11-классница Екатерина не на шутку заинтересовалась рассадой томатов, а точнее, как на нее влияют удобрения. И этому девушка посвятила целую исследовательскую работу. Со своим педагогом она удобряла рассаду золой из листьев березы и крапивы. Вывод – береза дает хорошие результаты. Мы с руководителем решили это сделать, так как это более доступные растения для обычных людей. А наша работа же направлена для того, чтобы обычные люди смогли то же самое делать. Накануне в Краевом детском экологическом центре собрались десятки школьников из разных районов, так же, как и Катя, увлеченных биологией, экологией и краеведением. Каждый из них представил свою работу на региональный конкурс «Дети Алтая – исследовать окружающую среду». Кто-то испытывал сорта огурцов и морковки, кто-то изучал качество воды в местных реках, другие сражались с сорняками и вредителями. Они каким-то образом происследовали небольшой фрагмент жизни, жизни Алтайского края, глубже стали его понимать, любить и действительно стали смотреть на мир другими глазами, глазами исследователя. Главное – это желание. То есть генетически, а может Бог, делает так, что часть детей – это интересно. Они вот с этим родились. Вот ему букашки интересны, он сидит на корточках, да, и смотрит, как там муравейники, муравьи ползают, может сейчас смотреть. Вот это есть, его наградила природа этим. Но это надо просто дальше развивать. Школьники, чьи работы заняли первые места на региональном этапе конкурса, теперь представят наш край на федеральном уровне. Но дело даже не в победе. В руках этих юных биологов и экологов без преувеличения – будущее края страны и планеты. Ведь именно этому поколению придется исправлять ошибки взрослых. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует...